Это и есть будущая мировая криптовалюта. Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами CryptoFive. Сегодня мы поговорим про Ripple XRP, куда двинется цена, какое у нас сопротивление главное и где у нас крупняк набирал позиции по Ripple XRP. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем. Что касается рынка криптовалют, опять-таки у нас чеканится USDC, переводятся стейблкоины на неизвестные кошельки, также переводятся биткоины на биржи. Например, 2500 биткоинов в эквиваленте 29 почти миллионов долларов было переведено на биржу Bittrex. Тем не менее, хешрейт у нас еще находится на исторических максимумах. И пока что у нас, в принципе, на рынке криптовалют немного пугают. Пугают как? Дело в том, что если вы посмотрите на график рынка криптовалют, то вчера практически я ванговал падение. Мы ванговали падение, вот это, которое было по биткоину. До того, как оно случилось, за биткоином полилась также немного вся альта. И это вот было 5 часов. То есть практически мы закрыли все позиции. Если мы говорим про мои личные ордера, то вы можете, в принципе, лицезреть их сейчас. На биржу финансы я торгую. За ночь было заработано 200 долларов на монете кокос. Вот, пожалуйста, ордера. И, естественно, Trading Total вам доступен. Ну, в последнее время практически все закрывается в плюс. Можно и нужно отметить, что есть сейчас одна открытая позиция. Да, да, и, соответственно, ОНГ я еще сейчас не продал. Буду продавать. И есть еще одна открытая позиция по одной эксклюзивной монете. Написал я вчера в Телеграме про эту монету, да. И, соответственно, будет ссылочка на Телеграм в описании. Пока что трейдим. Пока что все очень хорошо получается. То есть прибыли вы видите, что довольно-таки неплохие. Да, если мы говорим про тот же трейд, то кокос вот здесь набирался по 5.0, потом 5.1, 5.2. Да, и, соответственно, по итогу он был продан. Да, по итогу мы очень хорошо заработали. 413 долларов было заработано. Об этом я также вчера писал. Ну, пока что сейчас трейдим. То есть наша команда имеет тренд переходить, в принципе, на новые монеты, да, которые на споте очень хорошо торгуются и на них очень хорошо зарабатывают. Ордера и сделки вы можете найти в Телеграме. Что касается, в принципе, XRP, если мы будем говорить о каких-то позитивных новостях, они определенно есть. Вот, например, Binance добавила торговую пару Ripple XRP с австралийским долларом. И эта самая популярная биржа Binance, кстати, ссылочка на нее будет в описании, она добавила, собственно, расширила торговую пару. Кстати, XRP торгуется также другим торговым парам. Есть одна биржа, где XRP торгуются чуть ли не к каждой монете, да, и Ripple XRP уже связан с различными фиатными валютами на Binance, и торговать Ripple XRP на этой площадке можно с евро, российским рублем, турецкой лирой и британским фунтом на основной платформе, с сингапурским долларом на Binance и с долларом США на Binance As. Ну, то есть, мы видим, что развитие идет, и, соответственно, это, возможно, уже подготовка к глобальному туземуну, чтобы трейдеры, значит, торговали XRP. Что касается также еще одной позитивной новости, то, что токийский университет набирает технических помощников по управлению валидатором Ripple XRP, и давний партнер Ripple через университетскую инициативу Убри он объявил об открытии должности технических помощников, которые будут отвечать за управление валидатором XRP. Общественный исследовательский университет, сокращенно ИТОКЕВА, ищет технических специалистов, которые будут отвечать за обслуживание данных Ripple XRP Ledger. Ну, это, опять-таки, очень хорошая новость, то есть, это новость очень хорошо для технической части Ripple XRP. А вот если мы будем говорить про цену XRP, где же крупняк набирал позиции, то есть, определенно, позиции были набрты в районе 21 цент, 23 цента, да, и 24,5 цента. То есть, это тот район, где крупняк, естественно, будет активно защищать цену, чтобы XRP туда уже второй раз не пошел. Если мы говорим ближайшие таргеты на шорт, то, естественно, это 28,5 цента и 27 центов, да. А если мы говорим про спротивление, то это 32,5 цента. И, соответственно, дальше таргет идет на 37 центов в случае выстрела XRP. Хочу отметить, что рынок сейчас крайне нестабилен. То есть, тот же Ethereum, он откорректировался за последнее время уже довольно-таки хорошо, да. То есть, мы видели такую коррекцию в августе 2-го, это выбив стопов, да. Это нечто похожее на вертолеты, это и есть вертолеты. Зачастую вертолеты сулят на графике то, что мы продолжим восходящее движение. И вот это, это нормально, да. Это говорит о том, что вот этот вертолет означает, что мы будем еще находиться в восходящем движении. Пока что никто никуда не уходит, никто не падает. Но и в то же время мы видим, что здесь вот монеты показывают падение. И в то же время у нас немного чеканятся ланги на бирже BitFenix и на других биржах. То есть, это говорит о том, что когда уже толпа видит рост, 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 ее грызет FOMO, она заходит и она получает вот такие проливы. Проливы в размере минус. Ну, кстати, сейчас минус 5% эфир, кстати, не сильно упал. Хочу отметить, он не сильно упал. И вообще я ожидал, что рынок куда больше упадет. Почему-то сейчас этого еще не случилось. Поэтому, если мы будем говорить про то, как будут пампить Ripple XRP, то я считаю, что этому не будут сопутствовать какие-то ивенты, новости. Потому что в этом году каких-то супер ивентов по Ripple XRP нету. Которые бы, ну, событий, которые бы могли потенциально сделать памп этой монеты. Да, возможно, это какие-то супер глобальные партнерства на государственном уровне. Да, потому как партнерство с банками уже всех, уже всем оно надоело. То есть, Ripple XRP, она на цену не реагирует. То есть, XRP токен не реагирует на цену новых партнерств с банками. Соответственно, можно полагать, что будет какой-то ивент, который будет сулить с собой подписание какого-то договора. Да, и это все будет на каком-то государственном уровне. И тогда монета XRP стрельнет очень хорошо. Какое это будет событие, можно только предполагать. Возможно, это что-то, может, связано даже со SWIFT будет. Или что-то все-таки с США, да, с Дональдом Трампом. Но, хрен его знает. То есть, на самом деле, технически, если мы будем смотреть на график, то Ripple XRP сейчас рисует Golden Cross. И это все очень хорошо по обычай выглядит. То есть, мы находимся в падении довольно-таки длительное время. И пора бы уже вот здесь, конечно, выходить. Вот здесь, в принципе, игрок крупный мог накапливать позицию. Почему бы и нет в диапазоне от 11 до 22 центов. И сейчас, если цена XRP до 22 центов не возвращается, то мы уже идем на настоящий To The Moon. И, соответственно, это уже последние деньки, когда можно будет купить XRP. Ну, во всяком случае, хочется в это верить. Такие дела. То есть, подводя итоги, можно сказать, что есть определенно позитивные новости. XRP также продолжает развиваться, да. То есть, определенно делается работа. Ripple XRP занимает третье место по капитализации. Тизер она обогнала, да. Поэтому, в принципе, я считаю, что еще будет и держать это место капитализации, да. Потому что, если тизер обгонит XRP, ну, это плевок в XRP. Потому как тизер это просто стейбл кое и ничего, кроме фантиков, под собой он не предоставляет. То есть, никаких технологий у него нет. Это просто средство, куда нужно вывести трейдерам, то есть, выйти с позиции. Вот и все. И потом опять обратно зайти в позицию. Такие дела. Поэтому, я считаю, что нужно будет, в принципе, следить, что будет здесь. Как только пробивается метка 32,5 цента, можно заходить на лонг на 36 центов. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.